Здравствуйте, дорогие мои, с вами на связи Викана. Я профессиональный таролог, и тема моего канала – любовь и отношения. Говорю я всегда только правду, вот всё, что вижу, так и говорю, ничего не приукрашиваю. Поэтому данный расклад, если вам покажется немножко таким жёстким, да, либо не ваша ситуация, большая просьба не проецировать на себя. А тему мы сегодня будем рассматривать. Считает ли он любовницей, либо любимой женщиной, свою женщину? Можно быть любовницей, любимой, но несвободного человека, мужчину, у которого есть либо жена, либо какая-то женщина, которая даже может не состоять в браке, но состоит в каких-то отношениях. Определился ли вообще ваш партнёр со статусом вас в его жизни? Вот что именно сейчас? Знаете, как я говорю? Расклад – это как фотографический снимок, который вот именно сейчас делает вот такой обзор отношений. Какие же у него мысли, предположения, ментально, в мыслях, да, и в сакральном, это сердце, от чего уже никуда он не может деться. Его очень сильно к вам тянет. Вот сразу говорю, мы видим аркан силы. Но тут суть-то в том, что он ещё не определился со статусом, кто для него на самом деле. Здесь я вижу, почему-то детская карта выходит. Но почему? Возможно, знаете, бывает так, что ему приходится делить эту любовь между своей любимой женщиной, с которой он сейчас встречается, и ребёнка. Я вижу, человек очень сильно любит своих детей. И он задумался, но здесь другой женщины я фактически не вижу. Почему? Потому что львиная доля его любви на вашей стороне, и остальная доля на детской стороне. И вот, возможно, знаете, бывает так, что когда человек не может вынести решение, основная фаза того, что дети, человек не может бросить детей, либо уйти от детей. Вот я здесь вижу, вот именно в раскладе, вот может быть у кого не так, но здесь я вижу детскую карту. Он поделился на любовь к ребёнку и любовь к вам. И поэтому он не определился всё-таки сейчас, он стоит на перепутие. Как же ему быть? Что у него на сердце? И что в голове? На сердце он достаточно серьёзно относится сейчас к вам. Очень серьёзно относится. А в голове это, знаете, иногда ему хочется действительно лёгких отношений. В голове ему с вами легко. С вами есть о чём поговорить. С вами можно посмеяться, развлечься. И это ему очень на самом деле нравится. Вот на подсознании у него очень лёгкая мысль о вас идёт. Вы такая лёгкая, красивая и яркая. Просто вот то, что он хотел. И поэтому всё больше и больше у него растут к вам чувства. Больше и больше. Но он пока ещё не определился. Вот именно на данный момент. Вот ещё одна карта показывает, что он не определился. Так, для чего же сейчас больше? Что его тянет сейчас? Да, вот серьёзные отношения. Ну, что он чувствует рядом с вами? Рядом с вами он может снять свой стресс. Рядом с такой женщиной его самооценка растёт. Рядом с такой женщиной его самооценка растёт. Растёт значимость. Представляете, рядом с вами он такой, знаете, рядом с такой женщиной он даже гордится, что у него есть такая женщина. Что ещё? Какие качества? Вот как он себя чувствует, да? Далее, что хочу сказать. Вот здесь у него, видимо, с той женщиной в интимных отношениях не очень-то всё уладилось. А здесь он вполне удовлетворяет свои сексуальные потребности. Своё эмоциональное эго. И моральное, и физическое. Вот с вами он так учил, что он покончил со всем прошлым. С вами он живёт настоящей жизнью. Ещё одна карта нам это подтверждает. Также ещё хочу сказать, вот карта движения. Он может в любое время вам позвонить. И вы всегда рядом. И вы всегда протянете ему руку по первому его желанию. Но, к сожалению, у него есть, давайте посмотрим, далеко идущие планы на вас. Они есть, но они пока отложены, эти планы, мы видим. А почему отложены? Потому что ему нужно разобраться в других своих тех отношениях. Но он будет делать всё, чтобы осуществить эти планы. Ему хочется, во всяком случае, это делать. Так какое всё-таки он может решение принять? Вот, немножко в будущее заглянём. Уйдёт оттуда, да? Или то есть какие-то обстоятельства, по которым всё-таки он будет пока держать этот отложенный старт. Он бы хотел уйти из тех отношений. Но мы видим судьба. Колесо фортуны – это то, что держит его там. Почему? Потому что там, видимо, у него очень много таких, как я говорю, долгов и обстоятельств в тех отношениях. И пока он действительно, вот как мы здесь видим, отложил отношения с вами. Почему? Потому что он не в состоянии сейчас решить свои вопросы с той женщиной. А почему на него действуют родственники? Родственники его жены, его родственники. По всей видимости, кто-то уже догадался, либо знает о ваших отношениях. И они не дают ему этого сделать. Это влияние. Может быть, родители жены. Далее. Боязнь будущего, неопределённость у него всё-таки есть. Если он уйдёт оттуда, что здесь всё-таки он с вами отдыхает, а вдруг он потеряет всё, что было с вами, и жизнь его в корне может измениться. Боязнь, видите? Вот сейчас женщина такая, да, а потом, знаете, есть такая ситуация, когда мужчина смотрит на друзей, да, и говорит, вот мы встречались, она была прекрасная, шикарная, такая всё было хорошо. Я развёлся с женой, пришёл к этой женщине, она вдруг стала опять такой же, как моя жена. Вот просто конфетно-букетный период закончился, и вот всё изменилось. И оказывается, что она такая же, как и все. Вот это он тоже, кстати, побаивается. Далее. Вот это она, семья, как мы видим, да, и вот он боится совершить, давайте будем так говорить, как бы необдуманный, необдуманный поступок, но влияние социума, общества, даже ещё социальный статус, его репутация по всей видимости. Давайте карту достанем. Да, репутация, видите? Вот часто говорю, да, вот идёт с потока мысль, а карты подтверждают то, что я говорю. Репутация — это дерево, которое человек посадил. Возросли пентакли, это деловая, может быть, какая репутация, может быть, у кого-то мужчина богатый. А то, что он построил годами, и вот это дерево, он ждал каких-то результатов в своей жизни. И вот этого репутация, социальный статус, общественный статус может пострадать. Это то же самое, что я и говорю. Могут ли являться всё-таки поступки, женщины, её поведение влияет на поступки мужчины? То есть ваше поведение влияет на поступки мужчины? Следствие. Может быть, вы так позволили себя вести? Да. Вот она, карта выбора. Вот ещё, пожалуйста, карта идёт. И ещё, пожалуйста, карта идёт. Вот, видите, мужчина зашёл в тупик. Почему? Потому что у него две женщины. Я отдала себя, а взамен ничего не получила. Представляете? Вот мало кто об этом задумывается. По всей видимости, вы позволили так все вести. Шут. Нулевой аркан. Я не говорю о том, что вы шут. Я говорю о том, что нулевые отношения. Отношения обнуляются, то есть двигаются по определённым направлениям, встречаются в одном месте, и обратно зацикливаются, и обратно двигаются дальше. О чём это говорит? Говорит о том, что вы слишком легкомысленно, видимо, может быть, относились к своей судьбе. Во-первых, вы пошли на эти отношения? Во-первых. Далее. Вы прощали его многое. Спускали, как говорится, на тормоза все его поступки. А он ведёт себя, как флюгер, получается. Любить, люблю. Как говорится, да? Прихожу, отдыхаю, получаю удовлетворение, отдыхаю от семьи, удовлетворять свои сексуальные потребности, как я вам уже сказала. И человек стал, потому что, когда женщина, вот действительно, руку протянешь, позвонишь, как я вам сказала, она всегда рядом, а она всегда здесь. Я так думаю, что всё-таки, давайте спросим совету карт, как всё-таки лучше надо было поступить. Надо было закрыться, ограничить его действия, показать свою статусность, поставить ему забор, чтобы он пришёл, а входа к вам нет. И тогда он бы быстрее принял решение. А здесь он стал как флюгер, человек, который не имеет своего, как говорится, места в отношениях. Он и туда, и сюда. И вроде я её люблю, с одной стороны, и с другой стороны, вроде боюсь потерять ту семью, потому что, говорится, в браке в этом у меня может ничего не измениться, во втором браке, она опять стоит такой, как же есть. Вот нулевой аркан дурака, вот совет карт говорит о том, что эти отношения могут быть просто пустыми со временем. Всё сойдёт на нет, на ноль. И чем дольше вы будете его ждать, считать, гадать, сколько, сколько, они просто могут пройти впустую. Вот сразу, мои дорогие, говорю, только чистую правду. Вот чистую правду, как есть. Ну как я могу показать расклад, что всё будет прекрасно, если мы видим нулевой аркан дурака? Следовательно, либо вы закрываете вам пространство, просто закрываете его, ограждаетесь от него, и пускай он почувствует вакуум без вас, как вам будет без вас плохо. Вот тогда, возможно, он может принять решение. А пока мы видим нулевой аркан дурака, человек то ли прикидывается дурачком, как ребёнок себе ведёт. Сегодня одно, завтра второе, послезавтра третье. Плюс на него ещё влияют родственники. Потому что когда выходит нулевой аркан дурака, это всегда понятно, что мужчина подвластен чужому мнению. И он не может решить. С другой стороны, нулевой аркан дурака может показывать, что его устраивают вольные отношения. Его это устраивает. Так что вот задумайтесь, пожалуйста, какое-то такие отношения. Хотя я часто делаю расклады, бывают разные, да, расклады. Бывает просто прекрасно, что мужчина настроен серьёзно, что он любит. И всегда это с удовольствием рассказываю. Но иногда бывают такие расклады, когда ловить там нечего. Почему? Потому что женщина уже дала вольность своему мужчине, опять же по этой карте. и он вольный себя очень ведёт. Остановить, поэтому круг, отношения двигаются по кругу, они зациклились. Жестоко запрограммированный круг. Вот, мои дорогие, задумайтесь. Всего вам доброго. Когда нужны личные расклады, обращайтесь. Будем смотреть в вашу ситуацию. Может быть, в вашей ситуации вам есть на что надеяться. Удачи вам. И не осуждайте меня, пожалуйста, за такие расклады. Я всегда говорю только правду. Продолжение следует...